Девушки отдыхают Далее ответил и Бутимшин Одинченко во всех боях легко одерживал победу Отлично! Рубин берем 2.18 и снова с первого Юрий Петрович Власов Величайший спортсмен 20 века Олимпийский чемпион Человек, перевернувший наши взгляды на тяжелую атлетику При этом страна помнит его как политика И знает как известного писателя К сожалению, он давно отошел от спорта И уже больше 20 лет никому из телевизионщиков Не удавалось взять у него интервью У нас получилось это сделать в декабре 2015-го Когда довольно скромно отмечалось 80-летие Юрия Петровича Больше всего я писатель Это мое призвание Я всю жизнь готовился к этому Для меня это большое наслаждение Работа Но несмотря ни на что Власов для подавляющего количества людей на планете Был и остается великим спортсменом Юрий Власов Легенда мировой тяжелой атлетики Самый сильный человек планеты На летних Олимпийских играх 1960 года Был признан лучшим спортсменом игр И лучшим атлетом мира Легенда, человек, который сделал себя сам На Олимпийских играх в Риме Его триумф заставил по-другому взглянуть на мир штанги Власов сломал американские стереотипы о тяжелоатлете А-ля Пауль Андерсон Он утвердил некий древнегреческий олимпийский эталон атлета Тело было для штангиста, можно сказать, идеальным Это строение ног, мышц, ну всего, всего тела Побив мировые рекорды Андерсона Он сбросил американцев с пьедестала мировой штанги Куда они до сих пор не могут вернуться Такие люди, благодаря им, гордишься страной Это сила была Это была фигура, ну, будем говорить, высшего класса Сергей Сырцов Заслуженный мастер спорта Неоднократный чемпион Советского Союза, Европы и мира В полутяжелом весе На Олимпийских играх в Барселоне и в Атланте Становился призером Возглавляет Федерацию тяжелой атлетики России Юрий Петрович, это действительно, как у нас было принято, машина В мировом масштабе То есть очень много, очень много профессионалов Спортсменов высокого уровня Но не так много личностей Власов был однозначной личностью Юрий Петрович Власов, это, наверное, человек, который в свое время Прорвал все такие стереотипы на тот момент Увы, но факт Последнее наше золото на Олимпийских играх Завоевано в 2004 году Дмитрием Берестовым Именно на Олимпиаде и сейчас много лет После Олимпиады я понимаю, что это такое Дмитрий Берестов Олимпийский чемпион 2004 года На играх в Афинах оказался единственным российским штангистом Покорившим к недестал почета Сегодня тренирует молодежь Когда ты выходишь на помост И вот для меня было Я не слышал ничего и никого Потому что я был настолько сконцентрирован Я знал, что я выхожу на помост Я любой вес готов поднять Мне все равно было, что стоит на штанге Мне можно было вешать и вешать Я даже не считал В 90-е мы стали серьезно сдавать позиции Сейчас приходится наверстывать Успехи есть Есть рекорды Есть чемпионство на европейских мировых первенствах Осталось покорить Олимпийскую вершину Вспоминать великие победы таких, как Власов Сегодня необходимо Любому поколению нужны ориентиры А личность Власова до сих пор притягивает На него ходили смотреть, как на великого артиста Когда выступал Власов Там просто толпами люди ходили Когда тренеры рассказывали, что там Где-то проходили соревнования В цирке, в кинотеатре, еще где-то То есть люди там выходили Мест не было в зале Люди заходили толпами Просто лишь бы взглянуть одним глазом Посмотреть, кто такой Не то, что никто такой А где этот человек, где этот бог Я думаю, что на сегодняшний день Наверное, современных атлетов знают намного меньше Нежели тех атлетов, которые выступали в 60-е, 70-е, 80-е Даже в 90-е годы Их знали больше Да, конечно, жизнь изменилась В наше сознание входят понятия Которые полвека назад считались аморальными и дикими С экранов на нас смотрят мужеподобные женщины и женоподобные мужчины Вместо соревнований сильных и мужественных Эфир заполнен слащавыми программами Спорт превращают в шоу А потом мы удивляемся Почему в армии не хватает физически здоровых, крепких солдат Почему мы проигрываем в ведущих спортивных дисциплинах тем странам Кому не уступали никогда Почему? Все чемпионаты, допустим, СССР, кубки Их транслировали по телевидению И это было, ну, я не знаю, можно сказать, что тяжелая атлетика как номер один была А сейчас, к сожалению, этого не происходит Вот, мы видим часто футбол Почему-то тяжелой атлетики нету Не знаю, по какой причине Видимо, мы, наверное, на сегодняшний день не так интересны Как другие виды спорта Удивительно и обидно Но впервые за последние 25 лет Не на Спутниковом, а на основном канале На Матч ТВ состоялась трансляция чемпионата мира по тяжелой атлетике Россияне завоевали путевки на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро Во всех весовых категориях, где выступали О бронзовых и серебряных наградах не говорим Наши победили в трех категориях И сделали это более чем уверенно Артем Акулов, Татьяна Каширина, Алексей Ловчик Ну все Помолчали Работа, работает Ты лучше, Леша! 264! Мировой рекорд! Их имена сегодня знают многие При условии Олимпийской победы О них узнают миллионы Это закон Суровый, но справедливый закон спорта и жизни Я выхожу, делаю свою работу И именно здесь я ее сделаю, выполню на 100% Я подойду и подниму любой вес То есть была такая дикая концентрация Вот это чувство, которое я поймал единственный раз в жизни Мне кажется, такое ощущение, что он это чувствовал На каждых соревнованиях и всегда Настолько уверенным был в себе человек Появление в большом спорте этого интеллигента Больше похожего на учителя истории или литературы Казалось нонсенсом Можно сказать, он был мини-тяжем Выглядел эффектно очень Кима Турио Чемпионка России, Европы Победительница первенства мира Одна из основных претенденток на завоевание олимпийского золота Среди его других тяжей он более компактно выглядел Он выступал в тяжелом весе С неординарной фигурой для тяжелого веса Руслан Албегов Двукратный чемпион мира в тяжелом весе Призер олимпийских игр в Лондоне Всегда рассматривал Юрия Власова Как человека, совершившего революцию в штанге И он был необычный для этого веса То есть он был стройный, сложенный Он был полностью такой, такая сплошная мускула Когда другие спортсмены в весе были немножечко такие Более одомашненные, что ли Он выглядел действительно атлетом Ну можете представить, под 190 рост, 125 вес Значит, поперечник, отсутствие признаков живота Это настоящий атлет Значит, его интеллигентный вид в очках Да, который, в общем-то, вообще изменил отношение и облик спортсмена тяжелого веса В нашем виде спорта Приятно смотреть Встроенный, подсушенный, такой мышечный вес Действительно можно его назвать как Геракл Власов быстро доказал, что его образ более чем привлекательный На его выступления стали ходить как на представлении Если задуматься, то в выходе на помост и в выходе на сцену или эстраду немало общего Ты в прицеле зрительского внимания На тебя смотрят тысячи глаз Потому что и там, и там зрители И когда ты делаешь рекорд, результат, естественно, овации, аплодисменты И есть моменты, когда ты не берешь в подходе тот или иной вес Но опять же здесь аплодисменты по-любому Анатонная публика, потому что она тебя поддерживает в любой ситуации Выиграл ты, проиграл Все равно это достойно внимания Я думаю, что мне даже сложно представить ту ответственность И то гиперволнение, которое посещает спортсменов Вот что касается шоу-бизнеса и спорта Здесь, наверное, удача и действительно пахота Голова и тело работали как часы совместно Он был действительно богом Очень тяжелая работа была Закрушая мировые рекорды, Власов крушил и стереотипы Создавая новый образ штангиста тяжелого веса В сегодняшней штанге давно уже нет троеборья Жим исключен из программы Его справедливо признали травмоопасным движением Мы попросили члена сборной страны Антония Савчука Показать нам это упражнение Посмотрите, под каким углом находится спина Согласитесь, что это настоящая угроза позвоночнику Но во времена Юрия Власова троеборье существовал А многие спортсмены имели определенную специализацию Проиграв, к примеру, рывок Они могли легко компенсировать отставание в толчке или жиме Власов одинаково идеально выполнял все три упражнения Он был гармоничен и сбалансирован Бывает, что у спортсмена хорошая голова Но он не может весь свой потенциал реализовать Потому что, ну, не сложно, но так для этого вида спорта конкретного Не хватает сил, не хватает физиологических каких-то особенностей Бывает же наоборот, когда у спортсменов огромные силы Огромный потенциал, но он не может себя правильно подготовить к соревнованиям То есть он не может правильно донести всю эту форму А вот Юрий Петрович Власов, наверное, это был такой человек Когда все гармонично было И голова, и тело работали как часы совместно Конечно, сегодняшняя штанга стала более динамичной Всего два вида соревновательной программы уменьшили количество шансов на ошибку Скоростной рывок, где поднимаемых килограммов много меньше, чем в толчке Тем не менее считается в техническом плане сложнее Казалось бы, все просто и обычно Но у каждого спортсмена есть свои особенности исполнения Своя техника Во многом именно техника позволила Юрию Власову укладывать соперников лопатками на помост Интересно, что свой путь в спорте Власов начал с легкой атлетики Он толкал ядро, не очень далеко, как этот набивной мяч И вот тогда ему посоветовали наращивать силу с помощью штанги С тех пор уже семь лет не расстается Власов со штангой Юрий не хотел быть похожим на тучного, весившего около 170 килограммов Андерсена Гимнастикой, футболом, баскетболом, плаванием занимался штангист Это вырабатывало резкость движений, выносливость, быстроту, атлетическую фигуру Не стоит забывать, что в те годы спорт рассматривался в нашей стране Как составная часть пропаганды Наши выступления на мировой арене должны были демонстрировать мощь страны Мощь социалистической системы Власов готовился к Олимпийским играм самозабвенно Кстати, именно на Римской Олимпиаде из трех олимпийских лозунгов Быстрее, выше, сильнее в двух мы отобрали первенство у американцев Прыгнули выше, это сделал Роберт Шавлакадзе И стали сильнее в самой престижной весовой категории в тяжелой атлетике Сделал это Юрий Власов Из того времени пошло и считается Самая престижная весовая категория это тяжелая категория В нынешней ситуации эта категория плюс по 5 килограмм Когда выходит из какой-то страны тяжеловес И добывает, выигрывает чемпионский титул То это может не считаться в другие весовые категории А именно в тяжелой весовой категории Если становится обладатель какой-то страны чемпионом То это все, это все Это, наверное, вот и пошло именно 60-го года И это ценность по сегодняшний день Для того поколения советских времен он был действительно богом И когда он выиграл ту олимпиаду То, как мы говорим, многие люди ринулись просто толпами в зал Побежали в зал тяжелой атлетики заниматься, тренироваться То есть, и до сих пор, когда приходит молодой человек в спортивный зал До сих пор тренер, один из примеров, он рассказывает про Власова Сложно сказать, с каких пор пошло поверье, что человек, несущий флаг страны На параде открытия Олимпийских игр, в самих играх выступает не совсем удачно На зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи этот тезис более чем уверенно опроверг бобслиист Александр Зубков Став двукратным триумфатором игр Перед Олимпиадой 1960 года в Риме никто не сомневался в кандидатуре советского знаменосца Тогда на приметы внимания не обращали Надо, значит надо Более того, спортсмены относились к функции знаменосца как к почетнейшей обязанности Действительно, даже вспоминая те документальные фильмы, как он нес флаг Он же не просто его нес, а на вытянутой руке Это говорит о чем? Что другой какой-нибудь поскромнее человек так бы не смог бы нести Это же все же флаг То есть это, ну, сила Действительно, до Власова в самой престижной весовой категории в тяжелой господствовали американцы Но их идол, победитель Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне Пауль Андерсон уже почивал на лаврах, подписывая рекламные контракты И считая, что его рекорд никто никогда не побьет Но партнеры Андерсона по сборной США Норберт Шиманский и Джеймс Брэдфорд были не просто сильны Они обладали, в отличие от Власова, немалым опытом выступлений на Олимпийских играх Это могло сыграть свою роль Американцы собирались против Власова применить командный метод борьбы Бороться сообща В Риме американцы Шиманский и Брэдфорд Очень сильные Один занял за мной второе место, другой третье И они поставили целью меня сбить И соревнования шли с девяти вечера до полчетвертого ночи Очень тяжелые, в жаре, в сорок градусов В залах разрешалось курить Никаких кондиционеров Завеса страшная дыма Пауз никаких Очень тяжелая работа была Царствовали на Территорическом мировом помосте американцы И они доминировали практически во всех весовых категориях Их страну в тяжелом весе представлял Пауль Андерсон Который преодолел 500-килограммовый барьер И тогда это был настолько большой, высокий результат Что американцы смело заявляли, что в ближайшие сто лет Этот результат не будет превзойден Но именно потому, что тогда Совершенно иная ситуация царила В мире тяжелой атлетики Когда был Пауль Андерсон Тучный Человек-бочка Все привыкли к тому, что вес большой Может брать только человек очень крупных габаритов И тут появляется какой-то никому неизвестный Поджарый Мускулистый, но поджарый В очочках Капитан Кандидат наук Который начинает брать вес за весом И дает понять всем, что для того, чтобы Брать большой вес, нужно быть тучным На тот момент это была абсолютная революция Гласов, человек, преданный своей стране и своему делу Гласов, это что-то такое Как космос Он перевернул тяжелую атлетику Такую чудовищную тяжесть не поднимал еще не один человек в мире Я очень любил силу И вот 10 сентября 1960 года На играх в Риме начинаются соревнования в тяжелом весе Гласов выжимает 180 килограмм Начинается рывок и он показывает результат 155 И уже опережает американцев на 5 килограммов Вести 2,5 килограмма Такую чудовищную тяжесть не поднимал еще не один человек в мире Побит мировой рекорд в троеборе американца Пауля Андерсона Побит сразу почти на 25 килограммов Гласов доказал, что он сильнейший из сильнейших богатырей мира Гимн страны Советов, звучащий над Москвой Звучит и в Риме И Юрия Гласова, олимпийского чемпиона Награждают 43-й золотой медалью Завоеванной советскими олимпийцами на 17-х играх Ну для нас естественно был Власов это что-то такое Как космос Потому что В нашем понимании Стать олимпийским чемпионом Это действительно как Гагарин Наверное слетать в космос Когда он В 60-м году выиграл Олимпиаду Он перевернул тяжелую атлетику И все Когда смотрели на него Хотели вот Заниматься тяжелой атлетикой Именно стремились быть похожим Опять же нужно учитывать то К какому поколению Принадлежал Власов Это было поколение людей Прошедших через войну И через все тяготы Этого страшного времени Поэтому волевой настрой Так называемый И воля к победе Это было то С чем эти люди жили долгие годы Это было поколение победителей Поколение тех Кто знал как превозмогать Знал как собираться И как делать Максимум во имя победы Мы были очень хорошо готовы И вся наша сборная страны Очень хорошо там выступила Страна была на подъеме Сегодня мы много говорим О патриотизме О том что он должен стать Основой для воспитания молодежи Слава богу Вот у нас спорт на сегодняшний день Наверное один из самых ярких Показателей В уровне нашей страны Благодаря нашим спортсменам Ребятам Можно гордиться нашей страной И это здорово Когда на съезде народных депутатов С этими словами Выступал новоявленный политик Юрий Власов Многим это казалось нереально А сам патриотизм Казался вчерашним днем А на деле Власов человек Преданный своей стране И своему делу Его жизнь и есть Пример патриотизма Я очень любил силу Это вывело меня на это Звание и на эти победы Очень любил силу Мы всегда выступал за свою страну Россию Немало людей в свое время Удивилось тому Что он пошел в политику Бросил на стол билет члена КПСС По-разному к нему относились А сегодня однозначно На политическом помосте Именно таких как Власов Не хватает А тогда его выступления Встречали стоя И выступил Я вообще не собирался выступать Это получилось так Экспромтом Я выступал в Кремле Минут сорок, наверное В большом зале Было очень трудное выступление Оно вызвало разные толки Я ни о чем не жалею Потому что я делал все ради того Чтобы в нашей стране было лучше Я не голосовал за Юрия Петровича Но если бы я присутствовал на знаменитом съезде То я точно так же, как и все делегаты Его выступления на этом съезде Встретил стоя и долго бы ему аплодировал Это в первую очередь писатель Это грамотный человек Я думаю, что неграмотный человек Не баллотировался бы на пост президента Это один из тех великих спортсменов Который не испугался ничего И шел на выборы Баллотироваться Чтобы стать лидером Такого крупного государства Это именно Юрий Петрович Это не только он был на помосте Он и в жизни, и на сегодняшний день Он является глыбой Что делает спортсмена чемпионом? Точнее, кто? Ответ лежит на поверхности Кроме таланта и трудолюбия Нужен человек, который направит все это В правильное русло Это тренер Власову, несомненно, повезло Что он встретил на своем пути Такого наставника, как Сурен Багдасаров Это был союз с тренером Спортсмена с тренером Но никакого другого не было Хотя мы очень друг друга уважали И были в близких отношениях Очень Но это не был такой уж очень плотный союз Верно утверждение, что спортсмен и тренер Для того, чтобы реализоваться Просто-напросто должны в какой-то момент жизни Встретиться Встретиться и понять Насколько они нужны друг другу Конечно, не должно быть такого, что Спортсмен и тренер Друзья Они там, как у нас многие Я знаю, любят Они вместе и тренируются Вместе чуть ли там и отдыхают потом Ну, то есть такая Совсем дружба Нет, я считаю, что Вот тут надо такую грань соблюдать Где-то Вы друзья Вы доверяете на сто процентов Это, наверное, я бы назвал, наверное, союз Отец с сыном Ну, сегодня, наверное, тренер должен включать в себе Все эти качества Где-то он должен быть и мягким Где-то он должен себя проявлять диктатором Где-то он должен находить общий язык со спортсменами Именно подстраиваться под его психологию Под его настроение Такие тоже моменты бывают Это был такой очень творческий деловой союз тренера и спортсмена Значит, уважительные отношения Вот, и, собственно говоря, вдумчивый подход К тренировочному процессу самого спортсмена Вот, и, собственно говоря, значит, грамотный подход Самого тренера к тренировочному процессу Наверное, и позволили добиться таких результатов Увы, но сегодня в эпоху допингов И в целом не спортивной атмосферы Тренировки таких, как Власов, выглядят инопланетными В них присутствует гораздо больше психологии Если хотите, силы ума Но он прекрасно знал возможности своего организма И это все было подвергнуто настоящему анализу Кропотливому и обстоятельному Находились, кстати, люди, советовавшие Власову и Багдасарову Пойти по пути американцев Набирать вес и за счет него поднимать больше килограммов Почему нет? Это же давало результат Я сделал это исключение Я не хотел никогда и хотел показать новый путь Путь силы, разума Потому что можно очень и построить тренировки Если знать и понимать физиологию И знать способности организма Можно было подобрать такие нагрузки Которые бы изменяли твою силу Очень эффективно Без всяких со стороны добавок Я не принимал никогда ни одной капли Ни одной крошки никаких препаратов Я тренировался Чистота его достижений не вызывает никаких сомнений Это были абсолютно Как это правильно сказать? Есть такое английское слово healthy Здоровый подход То есть здоровый подход превалировал во всем, что делал тогда Власов Плюс система Плюс, конечно, абсолютная интеллектуальность этого спортсмена Организация и очень серьезный характер Увидев Юрия Петровича, он непосредственно занялся культуризмом Эта встреча всколыхнула всю советскую общественность То есть у богов тоже есть боги 28 лет назад в Москве проходили съемки американского фильма Красная жара В СССР приехал сам Шварценеггер Идол, сошедший с экрана Однако во времена юности самого киногероя В австрийских тренировочных центрах висели совсем другие постеры Главным персонажем которых был Юрий Власов Кто бы мог на тот момент такое подумать? Актер заявил, что из Москвы, не встретившись с Юрием Петровичем, не уедет Наши киношники были в шоке Никакой Власов им был не нужен И к тому же никто не представлял, где его искать Но железный Арнольд уперся и поменял билеты на обратный рейс Чтобы не возвращаться домой, не повидав Власова Я узнал, как ни странно, о Власове Через карьеру известного актера, спортсмена Арнольда Шварценеггера Я выступал в Вене на чемпионате мира И мне привели этого мальчика Ему было 15-16 лет И тот привел, был известный спортсмен, чемпион Австрии Он сказал, что вот у него такие-то неудачи, такие-то И я ему в попыхах между подходами вложил любовь, влюбил страсть к штанге и прочее Он загорелся и я думаю, что помог ему Судя по тому, как говорит Арнольд Шварценеггер Дело в том, что увидев Юрия Петровича, он непосредственно занялся культуризмом Потому что это что-то могучее такое мышечное было Что Арнольду захотелось тоже стать таким же сильным Ну и в принципе он пошел по этому пути и добился Шварценеггер сейчас кумир для миллионов Когда-то для него был Власов кумир Хотелось бы, чтобы это знали как можно более широкая масса Мне кажется, это бы повлияло и на популяризацию спорта в нашей стране И на популяризацию самой Юрия Петровича Власова Потому что такого человека должна знать вся страна, действительно Ну нам только остается говорить, что нам приятно, естественно Что сам Арнольд Шварценеггер был фанатом Юрия Власова Эта встреча всколыхнула всю советскую общественность Интересно, что Власов и Шварценеггер провели вместе несколько часов Причем не только в беседах, но и в тренировках А самым забавным оказалась реакция наших газет на данное событие На следующее утро все они вышли с такими заголовками Словно заранее знали об этом удивительном экспромте Арнольда Шварценеггера А Юрия Петровича Власова писали так, словно каждый день уделяли ему на своих страницах специальные колонки Если человек из маленького города Граца Ставший впоследствии легендой, кумиром, молодежи, ребят Я говорю сейчас про Арнольд Шварценеггера И он воспитывался и подражал этому человеку Я имею в виду Власову Наверное, масштаб у него был огромный в стране и в мире Да, так вот и показательно в этом то, что Арнольд Шварценеггер Абсолютно масштабная, объемная личность Тоже личность, личность, человек, который сделал сам себя Человек, который стал примером Стал, ну, мерилом силы внутренней, духовной И спортивной также, и творческой с точки зрения его работы в кинематографе и так далее Когда он громко на весь мир говорит о том, что у него был кумир Тот самый человек, который когда-то помог ему начать делать то, что он делал Встать на этот тяжелый путь Этот человек живет в России и фамилия его Власов И когда он говорит о том, что он должен обязательно в этой жизни найти его Увидеть его и провести с ним день И в конце концов он едет в Россию То есть у богов тоже есть боги В жизни всегда есть место для подвига и для поступка, который иных приведет в изумление Правда, Власов писательской деятельностью занялся еще будучи действующим спортсменом И его первая книга «Себя преодолеть» вышла в свет перед Токийской Олимпиадой Но то, что спортсмен сменит гриф на перо, все-таки удивило многих А уж его приход в политику стал откровением для всей страны А что, не удивил вас приход бодибилдера Шварценеггера в кино? А потом на пост губернатора Калифорнии Они словно родственные души Если мы проведем вот эту параллель между Власовым и Шварценеггером Мы можем увидеть, что люди, можно сказать, шли одним путем Они занимаются, уходят после спорта Юрий Петрович занимается литературой, пишет книги, то есть искусством И Шварценеггер то же самое, уходит в искусство Начинает сниматься в фильмах, всеми нами известными Людям, когда уже надоедают, вот таким серьезным, именно сильным людям Им хочется еще чего-то выше, что-то еще добиться И они уходят оба в политику Власов по уходу из спорта был настолько же самодостаточным, насколько он был до него Это человек, который писал, человек, который занимался общественной деятельностью И который, на секундочку, даже, да, не побоялся выставить свою кандидатуру На выборах президента России Я считаю, что это говорит о многом Это абсолютно самодостаточная личность Это человек, человек-легенда, на мой взгляд На Олимпийские игры в Токио Власов ехал явным фаворитом В поражение Власова никто не мог поверить Такой момент, как мы говорим, спортсмены, наедаемся Он просто-напросто уединился и занялся непосредственно писательской деятельностью Поэтому, конечно, велик тот, кто нащупал в себе тот или иной талант И максимально его развил, и максимально на него поставил Все, что, значит, было написано, все это очень интересно Вот она, столица Японии, раскинувшаяся от горизонта до горизонта В пейзаж Токио навсегда вошли теперь контуры стадионов Спортивных залов, плавательных бассейнов Архитектурных шедевров из стекла, стали и бетона Воздвигнутых к играм Яркие транспаранты приглашали в гостеприимный Токио На Олимпийские игры в Токио Власов ехал явным фаворитом Вторым номером в команде был Леонид Жаботинский Жаботинский понимал, что слабее Понимал, что шансов на победу почти нет И нашел ход Не самый честный, не самый мужской В разминочном зале он подошел к Власову И сказал, что плохо себя чувствует И заранее поздравил с победой Власов расслабился, поверил Не пошел на оптимальный вес А Жаботинский чувствовал себя прекрасно Он Власова обманул И поднял вес, оказавшийся победным Это была трагедия В поражение Власова никто не мог поверить Я думаю, что Юрий Петрович Власов был очень хорошо подготовлен Физически к участию в этих соревнованиях Значит, ну, собственно говоря, он И, наверное, вот эта абсолютная уверенность В своих возможностях Наверное, и сыграла какую-то вот эту недобрую шутку Мне доводилось встречаться с Леонидом Жаботинским И удалось задать ему вопрос, который меня так долго мучил Было ли что-то подобное в разминочном зале Олимпийского турнира штангистов? Могу повторить слова Леонида Жаботинского слово в слово Было, не было, если было, значит, он сам виноват Не надо никого слушать А я олимпийский чемпион, двукратный Все, пока Вот таким был ответ Жаботинского Признательный ответ И после такого поражения в Токио Власов ушел с помоста Безвозвратно Ушел, не простив подлость Я, когда уже подошло время, я был измучен Я был, с одной стороны, мечтал проснуться И не надо мне идти в этот зал Не надо мне вот эту противность Всю громаду работы быть безумным И подным, и мокрым, и измученным В спорте бывает такой момент Когда ты, как мы говорим, спортсмены Наедаемся И в какой-то момент после Олимпиады 64-го Когда вот это вот проигрыш Когда вот это все опять же Это же тоже давление психологическое идет Просто человек, может, решился Действительно, вот все, наелся я Тяжелый атлетик, ребят, извините Это моя жизнь, это мое все, но не хочу И говорит о том, что все не зря И не зря эти результаты, и не зря то, что было после спорта Потому что серьезнейшая проверка на прочность Это то, что же становится спортсменом, когда он заканчивает спорт Может он себя найти или не может Быть писателем в России сложно Не бумагомаракой, а писателем Власов не испугался примерить на себя эти одежды Чтобы понять степень его одаренности Просто возьмите в руки книгу Особый район Китая Или соленые радости Или справедливость силы Почитайте, уверяю вас Удовольствие получите и от сюжетных линий И от чистого русского языка Не загрязненного сленгом А литературного и правильного Хотите разобраться в сегодняшней жизни? Почитайте его русскую правду Временщики, почитайте Время впустую не потратите Он просто-напросто уединился И занялся непосредственно писательской деятельностью Пишет книги Он полностью отлучился Будем говорить таким образом Даже сколько раз мы пытались выйти с ним на связь Это очень сложно Это практически было невозможно Погружаясь в это Не просто так поверхностно Можно писать книги поверхностно, да, наверное Я олимпийский чемпион А я еще могу книгу написать И здесь заниматься, и книгу писать И там нет Здесь он завершил этот путь Он переключился на книги И полностью туда погрузился Все, что, значит, было написано Все это очень интересно Вот, здесь, наверное, очень важно Не потерять, не потерять себя Потому что многие, многие, пройдя вот этот сложный путь И находясь на Олимпе На Олимпе они, ну, их забывали, к сожалению Вот, но Власов это, наверное, такая Когорта людей, которые будут навсегда Как настоящий мастер Власов не раскрывает своих планов Он дал нам понять, что работает над очередной книгой Какой она будет и о чем, допытаться не удалось Но это и не важно Важно то, что Юрий Петрович в работе Что он не теряет вкуса к жизни Ему 80 Из спорта он ушел более полувека назад А мы по-прежнему не можем забыть тех лет Когда он выходил на помост И сокрушал авторитеты Когда мир из-за него сходил с ума Он сегодня в другой ипостаси И мы ждем новой книги Как ждали некогда новых рекордов Большая хорошая работа Я думаю, она мне очень трудно дается Но надеюсь, получится И в этом году и дам книгу Когда-то наш первый чемпион мира Григорий Навак Начинал путь к славе советских штатов Каждый раз прибавляя к рекорду По полкилограмма По килограмму Он приучал нас к победам А потом были Иван Удодов и Аркадий Воробьев Юрий Власов и Василий Алексеев Юрий Квардонян и Султан Рахманов Давид Ригер Юрий Захаревич Леонид Тараненко Александр Курлович Андрей Чемеркин Работала система Работала великая школа советской штанги И была связь поколений Нерушимая И мы знали, что сильнее советского человека нет Ибо наши штангисты были самыми сильными Наши штангисты удивили спортивный мир богатырской силой На штанге 210 килограммов Выступает Юрий Власов Без взят Только на сегодняшний день у нас в связи с распадом Советского Союза Наверное, только-только начинают появляться те герои, которые способны в этих весовых категориях завоевывать и бороться с иностранными спортсменами За первое место Это вот юное поколение, которое идет Но это потребовалось сколько времени? Власов был невероятно сильным тяжом Я его много видео пересмотрела Каждый раз, когда у меня были в спорте сбои Не хотелось тренироваться Вот результат останавливался Мне тренер советовал всегда смотреть его видео Как он поднимает, как он собирается перед подходами на соревнованиях Он доказал, что система и организация побеждают абсолютно Поэтому, конечно, велик тот, кто нащупал в себе тот или иной талант и максимально его развил и максимально на него поставил Человек настолько образованный, настолько приятный, настолько просто умница Не только мастер своего дела в тяжелой атлетике Мастер своего дела, то, как он поднимал То, как он побеждал этих и иностранцев, которые имели мировые рекорды И в конце концов это действительно, ну, будем говорить, что с большой буквы человек Каждому великим спортсмену что-то можно взять свое То есть что-то у каждого есть свое такое, что каждый спортсмен, рядовой, начинающий Может подчеркнуть для себя Конечно, Юрий Петрович Власов, это от него можно Это силу как головы, так же и тело можно от него подчеркнуть И вот эту вот комбинацию именно идеально и сопоставить Можно ли говорить, что Юрий Власов оставил в нашей жизни некий след? Конечно, нельзя О каком следе идет речь? Этот человек проложил дорогу Вот так говорить нужно, и это правильно Власов и его рекорд Власов и его политическая биография Власов и его литература Все заслуживает внимания и уважения И не пробуйте что-то выделить в особую статью Ничего не получится Все это одно целостное полотно Портрет легенды Живой легенды Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok